Конец 20-х годов В Советской России идет борьба с честью, достоинством и правом на самоопределение Наступает страшное время Оно сломает миллионы человеческих судеб И многие покорятся неизбежному А выдержать и остаться собой смогут только самые мужественные Те, для кого идеалы стали важнее собственной жизни Они хотели, чтобы евреи оставались евреями За это их убивали и на их место приходили новые Они вверяли свою судьбу Всевышнему И он помогал им переносить испытания Каждый новый день мог быть для них последним Но остановить этих людей было невозможно Они знали цену, которую приходилось платить за идеал И были готовы ее платить Их свет тонкими лучиками проникал на территорию тьмы Фильм первый Не покорившийся События, о которых расскажет этот фильм Произошли летом 1927 года Ленинград Маховая улица Дом номер 22 Здесь, вместе со своей семьей Последние три года жил и работал Иосиф Ицхак Шнеерсон Шестой Любавический Рэбе Духовный лидер сотен тысяч религиозных евреев Иосиф Ицхак переехал в Ленинград Из Ростова-на-Дону Жизнь в самом революционном городе Центральной России С каждым днем становилась все более сложной и опасной Активисты, созданные в феврале 1918 года Еврейской коммунистической организации Евсекции Делают все возможное, чтобы остановить общественную деятельность Рэбе И в конце концов Евсеки добиваются своего Ростовская ГПУ Собирается арестовать Равина Шнеерсена За религиозную пропаганду И контрреволюционную деятельность Такого обвинения в те годы уже было достаточно Чтобы от человека не осталось и следа Это будет уже второй в Ростове И шестой за всю его жизнь арест Все готово И только отсутствие Рэбе в городе Заставляет чекистов ждать Одиннадцатого Ниссана вечером В день возвращения Рэбе из Москвы Они с ордером на обыск вошли в его дом Обыск продолжался несколько часов И должен был закончиться с заключением Рэбе под стражу Показательным судом и расстрелом Однако в последний момент Начальник Ростовского ГПУ Отменил арест Помогли друзья Уничтожить Рэба не удалось В обмен на свободу Он должен навсегда покинуть Ростов Город В котором Иосиф Ицхак и его отец Шалом Довбер Отдавали каждый час своей жизни Для спасения российского еврейства Здесь Второго Ниссана 5680 года Душа его отца Пятого Любавического Рэба Ушла из этого мира Здесь Шалом Довбер Шнерсон Был похоронен И оставил своему сыну Самое ценное, что есть на земле Святые книги Рукописи предыдущих Рэба Здесь в Ростове Иосиф Ицхак, как и его отец Взял на себя ответственность За судьбы людей И стал Шестым Любавическим Рэба Он продолжит дело отца И вознесет его на новые высоты В разных городах Возникнут хедеры и ешивы Будут отремонтированы и построены миквы И вновь для прихожан Откроются синагоги По всей стране с риском для жизни Будут трудиться посланники нового Рэба И с каждым днем К фамилии Шнерсон Все крепче будут прирастать слова Враг народа Мракобес Контрреволюционер Антирелигиозная деятельность властей С каждым днем становилась сильнее Евсекция при поддержке ГПУ Готовилась полностью искоренить И уничтожить все, что передавалось евреями Из поколения в поколение И шло из глубины веков Разрушить синагоги Уничтожить общины Смерть религии Запретить иврит Равинов под суд Целью номер один Снова был Иосиф Ицхак Шнерсон Поводом к седьмому аресту Рэба Стал его отказ принять участие В Ленинградской конференции Представителей еврейских общин России Конференции предстояло разработать программу Новой религиозной и общинной еврейской жизни А по сути эту жизнь полностью ликвидировать Один из решающих голосов этой конференции Должен был принадлежать Рэба Но он выступил против И вся затея провалилась А вместе с ней Стала бессмысленной многолетняя работа Евсекции В тот момент Рэба спас еврейство России От уничтожения Но этот поступок Поставил точку в отношении властей К его собственной свободе И жизни До ареста Оставались считанные линии Часы Минуты Этот фильм Расскажет о трех самых тяжелых и страшных неделях В жизни Иосифа Ицхака Шнеевсена Шестого любовического Рэба Рэба только что отпустил последнего посетителя Он очень устал и еле стоял на ногах Груз ответственности за будущее сотен тысяч евреев Дополняло постоянное ожидание ареста За отказ участвовать в конференции И призывы не проводить ее Несмотря на поздний час Рэба собирался поужинать Они пришли сразу после полуночи Арест производил оперуполномоченный ГПУ Нахманцем Он и его подручный Лулов были евреями Рэба знал эти фамилии Отец Нахманцена не раз бывал в Любавиче И дед Лулова хорошо знал четвертого любавического Рэба Оба, и Нахманцен, и Лулов Были активными членами Евсекции И воспринимали Рэба как своего личного врага Сила пришедших в квартиру Рэба Состояла в количестве вооруженных сотрудников ГПУ Но здесь, в квартире на Маховой Они встретились с другой силой Рэба встретил работников ГПУ спокойно и уравновешенно Он знал, чего от них можно ожидать Но он также знал, что милосердие Всевышнего бесконечно Так с ними еще никто не разговаривал На несколько минут В комнате воцарилась мертвая тишина А потом начался обыск Полчаса, час, полтора Летят на пол вещи и книги А потом они объявляют истинную цель своего прихода Гражданин Шнейрсон арестован по подозрению В контрреволюционной деятельности И должен проследовать за ними Рэба арестован У него больше нет никаких прав Все, что он теперь должен делать Подчиняться Но первое, что он делает Ставит свои условия На этом его требования закончились Даже в этот критический момент Рэба думал не о себе Не дать погибнуть делу всей жизни Вот его главная задача сейчас Субтитры создавал DimaTorzok Сердце учащенно бьется Волнение велико Слишком велико Тюремный фургон тронулся Он нес Рэба в одно из самых мрачных мест Ленинграда Рэба Рэба, сопровождаемый конвоем, входит внутрь Впереди неизвестность Ему трудно идти Но они его торопят Шевелись Быстрее Еще быстрее Нахмадсон отказал Теперь ГПУ Полновластные хозяева судьбы Рэба Глухая тишина и полумрак Здесь все создано для того, чтобы повергнуть арестантов смятения Внушить ему мысль о полной его беспомощности Рэба Рэба присел После событий этой ночи Он очень нуждался в отдыхе Рэба Рэба Одно воспоминание сменяло другое Дом на Маховой Ростов Семья Отец И самое дорогое место на земле Любавичи Небольшое еврейское местечко Где он родился и вырос Когда-то, очень давно Любавичи было для мальчика Иосифа центром всего мира Здесь он получил свое первое благословение И учился отличать темное от светлого Плохое от хорошего Шли годы Вопросов становилось больше Но ответы часто приходили сами Ведь рядом Всегда был самый близкий на земле человек В 1885 году Иосиф Ицхак стал секретарем своего отца Отец передал под его опеку Все дела, связанные с руководством хасидами Будущему Рэба было всего 15 лет Пройдет еще 3 года И отец назначит его директором Ешивы Томхитмимим Чистый сердцем Ешивы Которая со временем станет известна На весь мир Пройдет еще 22 года И слово Любавичи Будет неразрывно связано С его именем А название маленького городка В Белоруссии Станет символом Света Только что была заполнена анкета Присвоен ярлык И фамилия Шнеерсон Растворилась в большой квадратной комнате С длинными столами вдоль стен Нет больше человека Есть 8 Рэба снова идет Позади новые кабинеты Новые ступени по превращению человека в номер В одном из кабинетов Рэба просил дать ему 15 минут Чтобы надеть тфилин и помолиться И снова получил отказ Вместо молитвы Ярлык 26818 Сжимая в руке тфилин Идет в шестое отделение шпалерки Темнота Сильнейшая боль Кусок железа, вонзившийся в тело Кровь И угрозы конвоира, нанесшего удар Ярлыку 26818 Только что объяснили, кто он теперь такой Кусок железа, вонзившийся в тфилин Позади долгий путь из нескольких ступенек Впереди еще один кабинет Нельзя Стой тут и жди В тот момент Платой за молитву могла стать его жизнь Ярлык 26818 160 4 Вот все, что осталось от Рэба Кутова За полчаса до подъема Его привели к камере номер 160 Там ему предстояло провести всего несколько дней Его дело было предельно ясно Обвинения сформулированы Остаются формальности Отсчет времени до исполнения приговора Начался Шесть часов назад В квартире Рэба резко загремел дверной звонок Дверь открыли В столовую ворвались Нахмансон и Лунов В квартире произведен обыск Рэба объявили, что он арестован Остается лишь дождаться арестантской кареты В это время К дому на Маховой, ничего не зная о случившемся Идет 25-летний молодой человек Минахим Мэндл Шнеерсон Это была Ахая Мушка Младшая дочь Рэба Будущая жена Минахима Он понял и начал действовать Благодаря ему Мир узнал об аресте Рэба Начинался еще один отсчет времени По спасению жизни Ни в чем не повинного человека В небольшой ленинградской квартире Собираются те, кто в силах Хоть чем-то помочь Рэба На следующий день К ним присоединяются москвичи Личные контакты с влиятельными политическими деятелями И ответственными работниками ленинградского ГПУ Возможность обращения в основные советские инстанции Учитывались любые варианты Времени было очень мало И никто не знал, сколько его еще осталось Председатель ленинградского ГПУ Мессинг В любой момент мог отдать приказ о расстреле В субботу По делу Рэба был вынесен окончательный приговор Расстрел Телеграмма всесоюзному старости Калинину Помогите Телеграмма председателю совнаркома Рыкову Осужден невиновный Телеграмма председателю ГПУ Минжинскому Спасите жизнь человека Освободите Рэба По всей стране звучали эти слова Освободите Рэба Люди плакали и молились И все как один произносили эти два слова Освободите Рэба Весть об его аресте Мгновенно разнеслась по миру Мировая общественность восприняла случившееся Как начало расправы с религиозным еврейством России Нарастало международное возмущение Общественные волнения подействовали Минжинский принимает у себя Представители комитета по спасению Рэба Первые попытки не имели успеха На телеграммы поступавшие на адрес Калинина, Рыкова и Минжинского Приходил стандартный ответ Равин Шнеерсон арестован законно Как злостный преступник И приговор остается в силе В таких условиях Оставалось надеяться только на чудо Камера, где день не отличается от ночи Подъем Получение хлеба и кипятка Скудный обед и ужин Отбой А между ними думы и воспоминания И каждую минуту ожидания чего-то Неопределенного Необратимого и ужасного Рэба не знал и не мог знать о том Что происходит за стенами его тюрьмы В первый же день Он потребовал встречи с начальником Шестого отделения Через два дня Допросы Рэба предъявили очень серьезное обвинение Поддержка реакции и контрреволюции в СССР Организация по всему Советскому Союзу Сети хедеров, ешиф и прочих религиозных учреждений Переписка с заграницей Влияние на жизнь сотен тысяч людей Получение из-за рубежа огромных денег Направленные на поддержание и распространение религии в Советском Союзе Борьба против советского правительства Любое из них практически гарантировало Рэба смертный приговор Но он твердо стоял на своем Через несколько дней его требования были выполнены Столь велико было желание ГПУ на законных основаниях расстрелять Любавичского Рэба Через неделю после ареста в комнате, где поздно вечером заседал комитет по освобождению Рэба Раздался телефонный звонок Расстрел заменили десятью годами ссылки на Соловецкие острова Голос, сообщивший об отмене расстрела, принадлежал Екатерине Павловне Пешковой Она лично обращалась к Калинину, Рыкову и Минжинскому с просьбой об отмене смертной казни Все, что происходило в дальнейшие дни, было совершено при ее непосредственном участии Помилование, поступившее из Москвы, вызвало в Ленинграде растерянность Если высшая власть отменяет расстрел, значит за Рэба кто-то стоит И, следовательно, в обращении с ним нужна осторожность Рэба по-прежнему находится в своей камере Но некоторые вещи вокруг него меняются Рэба пьет воду, вскипяченную в отдельном баке И получает с воли еду Ему вернули тфелин и книги Он получил право не спать после отбоя И теперь у Рэба есть возможность до поздней ночи читать и писать Он может молиться И надзиратели, скрипя зубами, слушают громкие звуки молитвы Сопровождаемые хаббатской мелодией Сопровождаемые хаббатские звуки молитвы Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Дальнейшую судьбу 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 Ссылка началась с визита в местное ГПУ. У Рэба забрали документы, ограничили в правах и в передвижении. Жизнь вдали от столиц, под бдительным контролем, не должна была позволить Рэба влиять на еврейскую жизнь в России. По крайней мере, так думали власти. А еще они надеялись, что за эти три года люди навсегда забудут о своем Рэба. В день приезда Рэба в Кострому было принято решение, что в день Рэба предстояло сделать две вещи. Побывать в ГПУ и отметить день своего рождения. День, еще две недели назад казавшийся нереальным. Но главное событие этого дня Рэба еще не знал. Начальник ГПУ Костромы сообщил, что с завтрашнего дня ссыльный Шнейрсон Иосиф Шаломович полностью свободен. Генеральный прокурор Советского Союза подписал помилование. Последняя точка в деле Рэба была поставлена. Вечером в русском городе Костроме несколько бородатых, странно одетых людей отмечали сразу два праздника. 48-й день рождения дорогого им Иосифа Ицхака и Юдбейтамус. Первый день освобождения шестого любавического Рэба. После возвращения из Костромы Рэба оставил Ленинград и поселился в подмосковной Малаховке. Но это была лишь временная мера по сохранению свободной жизни. Шнейрсона в Соловки. Почему не арестовывают раввина мракобеса? Кто победитель? Революция или Шнейрсон? Новый арест мог случиться в любой момент. Нужно было уезжать. Уезжать из России навсегда. Выбора не было. Его жизнь была нужна не только ГПУ. Сотни тысяч евреев России нуждались в Рэба. В его советах, поддержке, его имени. 28 сентября, после почти двух месяцев переговоров с депутатом латвийского сейма Хасидом Мордыхаем Дубиным, на особом совещании Наркомата иностранных дел СССР подписано разрешение на выезд раввина Шнейрсона, его семьи и шести ближайших к нему лиц в Ригу. Жизнь свобода Рэбе была в конце концов обменена на торговый договор с Латвией. 24-го Тишрей 5688 года Рэбе навсегда покинул Россию. Впереди будут Латвия, Польша и Америка. Впереди еще 23 года упорного и плодотворного труда. Труда во благо миллионов людей, живущих на всей земле. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok